Находясь еще в колонии, я писал, еще на тот момент у меня не было того адвоката, который мне помог с выходом, я писал жалобы в Следственный комитет о том, что нахожусь незаконно, то есть там было полноценное заявление. В течение какого-то времени там пришел ответ о том, что со Следственного комитета перенаправили еще куда-то дальше, то есть то ли в прокуратуру, то ли, я не знаю, дальше пошел процесс, и оттуда опять пришла бумага, что опять куда-то перенаправили. То есть как бы все стояло на месте, как я понимаю, ничего не двигалось. Потом моя супруга нашла адвоката вот данного, который мне уже начал помогать с моим процессом, и буквально, наверное, как я понимаю, за пару дней после того, как он мне приехал, он обратился к вам в редакцию, то, что нужна такая помощь, что произошла такая ситуация. И, как я понимаю, вечером было записано видеообращение на имя генерального прокурора, после чего на следующий день уже вы опубликовали эту новость. То есть это мгновенно подхватило все СМИ, процесс намного быстрее стал идти. То есть вместо того, как мы думали, примерно месяц-два, через неделю уже я вышел на свободу. То есть было уже доказано то, что я не виноват. Ну вот те дни, как вы на свободе, какие ощущения сейчас? Вот схлынуло, может быть, то напряжение? Ну, честно говоря, я бы не сказал, что я еще полностью отошел от этого места. На самом деле полгода – это немалое для меня время проведения в колонии. Но скажу так, что находясь с семьей, находясь со своим ребенком, конечно, намного проще становится и проще забыть об этом месте и вообще не вспоминать о нем. Вот вы говорили, что намерены вернуться на работу, а вот оттуда, из Подмосковья, кто-то звонил с тем, с кем вы работаете? В Подмосковье я сам лично созванился с начальством, со своим, узнал по поводу работы. Мне было интересно вообще, как после такого возможно ли вернуться на работу, учитывая то, что там судимость будет, ну, которую сейчас в процессе мы, конечно же, снимем. Ну, честно говоря, реакция была отличная. Меня, я уверен, вернут обратно на работу, то есть с этим проблем не будет. Просто сейчас, пока идет процесс, я не могу покидать город, мне нужно находиться здесь, заниматься всеми этими делами. А так, как только будет возможность, я думаю, у меня в планах было и переехать отсюда, как бы забрать с собой семью и не находиться уже в Саратове. Ну, вот немножко, да, может быть, о саратовской жизни, может быть, не самые приятные вопросы. Вот что вы о своей родной семье помните? У вас какие-то родственники есть вообще кровные? О родной семье на самом деле ничего плохого я бы не сказал. Вот именно как. У меня, я помню очень хорошо маму и совсем почти не помню отца, потому что я еще маленький был совсем, когда они с мамой развелись. У мамы, к сожалению, были проблемы с сердцем, она болела очень сильно у нее. То есть, я не знаю, там, неврологическое, возможно, какое-то было отклонение. Вот. А из родственников, именно родных, у меня остался только мой родной брат старший, и который сейчас тоже живет недалеко здесь в Солнечном, где и я. То есть, у него своя уже семья, у него ребенок, супруга. Мы до сих пор с ним поддерживаем связь. И как бы все мое детство, наверное, воспитывал и помогал с воспитанием он мне. Помимо приемной семьи. Как он в этой ситуации себя повел? Он был очень удивлен, на самом деле. Он не поверил в то, что произошло вообще. Он говорил, он звонил моей супруге, узнавал, как вообще такое могло произойти. Как, говорит, Дима, то, что нигде не был связан ни с чем. И тут его просто берут и забирают. Он, конечно же, сразу связался с супругой, начал ей говорить, нужна ли какая-либо помощь. Говорит, нанимайте адвоката, если что, говорит, я как бы и финансово вам помогу и так поддержку дам, говорит. То есть, он помогал, пока я находился там. Какие-то финансовые вопросы решал. А вот почему именно Татьяна Ильясова вашим опекуном стала? Как я понимаю, это еще в детстве, я ее помню немножко, как бы они общались с моей мамой. Я так понимаю, они были подругами очень хорошими. И, наверное, в тот момент она меня доверила ей. Ну, я бы не сказал, что эта семья на тот момент была какая-либо плохая или что-то зла мне какого-то жила. Они мне тоже в свое время, я бы так сказал, дали многое, что как бы я был сыт, одет и все у меня было хорошо. Просто какой-то переломный момент, наверное, произошел. То есть, отношения, в принципе, в семье у вас были нормальные? Да, до определенного времени было все прекрасно. Я бы сказал, да, я себя не чувствовал чужим. Я называл этих родственников, как бы, моих приемных родителями, то есть мама, папа. И я и к нему обращался как к брату. Ну, вот такая ситуация произошла. Вот вы сразу по выходу из колонии сказали, что, ну, наверное, можно ее понять. Она там как-то пыталась родного сына защитить. Вот на ваш взгляд, на что они могли надеяться? Неужели такой подлог можно скрыть бесконечно долго? Данная ситуация, я думаю, они просто надеялись, что я до последнего не буду знать. Меня приедут, наверное, просто где-нибудь, либо в Москве, либо когда я буду находиться в Саратове, меня просто закроют, и я ничего не смогу сделать, так как, ну, они знали, что у меня нету каких-либо там связей, где я могу якобы найти адвоката. Ну, видимо, они рассчитывали на то, что мгновенно просто закроют, я ничего не смогу сделать, и все это пройдет для них, с рук сойдет, как бы. Ну, она вышла по-другому, супруга нашла, все, адвоката, и мы решили этот вопрос. Вот за последние дни она не пыталась с вами как-то не контактить? На самом деле нет. Я, если честно, удивлен, потому что я думал, она, возможно, будет звонить и говорить, зачем я так, ну, как бы. Может быть, извинения хочет попросить, то есть могла бы для этого позвонить, но в чем я, конечно, крайне сомневаюсь. Тут вероятность больше, что она будет связана со мной для того, чтобы там сказать мне, зачем я это все сделал, зачем я предал этому огласки. Якобы я бы тебе, возможно, помогла бы и сама. То есть, как бы, возможно, даже такие слова от нее прозвучать. Вот каково это на самом деле, будучи невиновным человеком, оказаться в вашем положении? Ну, я еще помню эти первые дни, когда я только попал еще в СИЗО на тот момент, я... Первые мысли у меня были, то есть там были люди, которые сидят и сожалеют о совершенном преступлении, говорят, ну, зачем, ну, как бы задумаются о том, как я вообще это совершил, зачем мне это нужно, вот у меня семья. И я их прекрасно, наверное, понимаю, да, это тяжко осознавать, что я совершил преступление. Но я еще больше, мне было тяжелее, потому что я осознал, что я ничего не сделал и думал о том, ну, за что мне, наверное, такая карма, за что я приехал в это место. Я ничего не совершил, но и от этого было на самом деле тяжелее. Наверное, когда ты осознаешь, что ты что-то натворил, ты с этим пытаешься бороться, а тут ты сидишь ни за что и не можешь смириться просто с этим. Вот полгода почти, да, руки не опускались, вы верили, что вам удастся все-таки доказать, что вы не виновный человек, и должны там находиться? Нет, были такие моменты, наверное, когда я хотел сдаться, я хотел опустить руки, у меня единственное, я бы сказал, что меня постоянно мотивировало, это я знал, что у меня ребенок, у меня есть супруга, которые меня ждут, которые за меня борются, неважно, сколько это будет процесс продолжаться, как бы мне для меня было важно именно вернуться к ним, неважно, через сколько времени, важно, чтобы они были рядом, чтобы с них, ну, у них все было хорошо на тот момент. Руки опускались, но вот это давало, конечно, сильную мотивацию вернуться обратно и не опускать руки, бороться. О чем еще в колонии мечтали, кроме как об освобождении и желании увидеть семью и ребенка? Там много были какие-то мечты, там вообще, в принципе, была мечта даже просто там созвониться как можно чаще с семьей, были там мечты о том, чтобы что-то вкусное поесть, потому что с этим тоже как бы только в передачках можно было что-то передать, остальное там магазин сходить купить, да, там были моменты. Была мечта хотя бы один день, наверное, просто где-нибудь посидеть одному, на свежем воздухе посмотреть на свободу, я бы сказал, такая вот тоже была мечта, как бы побыть одному, посидеть, просто посмотреть в тишине, наверное, где-то, чтобы играл еще на фоне музыка. Вот это было, конечно, моей мечтой, это было бы неплохо. Ну, вот Ильясов и студентов, их роль понятна, а на ваш взгляд, кто еще виновен в том, что с вами вот такая нелепая история произошла? Ну, вот конкретно кого-то я не могу назвать, но я думаю, весь этот следственный процесс, изначально там были отпечатки, то есть меня даже когда привезли, получается, в отделение, у меня же тоже брали отпечатки пальцев, но они же должны были быть в базе еще его, то есть как бы не было никакого сравнения, было просто сняли и увезли. На самом деле нужно было немножко разобраться, просто там элементарно было видно, как я понимаю, какие-то вещи, и если бы они просто разобрались, наверное, бы не было. Ну, как минимум, вы не похожи. Ну, как минимум, мы не похожи, хотя, как нам объясняли, еще в отделе полиции мне говорили, то, что, говорит, когда вы с бородой, когда мы оброшены, у нас есть схожи. Ну, как? Как можно вот так забрать человека из-за того, что вы с бородой похожи, да? Вы, насколько я понимаю, все-таки намерены добиваться наказания и возмещения морального вреда? Да, я на самом деле, ну, у меня есть какая-то опасность, да, там я иду против, грубо говоря, наверное, системы, но я пережил такое, что нечего мне сейчас уже бояться, я думаю, я буду бороться до последнего, у меня есть семья, у меня тоже есть свои планы на будущее, я планирую, как бы, не сидеть бояться кого-либо, а закончить этот процесс, добиться справедливости, которая должна была, конечно, восторжевоставать еще намного ранее, но раз она так, судьба сложилась, думаю, мы доведем этот процесс до конца, и я надеюсь, что кто заслуживает данного наказания, они поплатят за это, как бы, получат это наказание, ну, и, возможно, для кого-то это станет уроком, дабы тщательнее проводить следственные действия, возможно. Вы своим освобождением во многом обязаны супруге, пару слов о ней, кто она, чем занимается у вас? Ну, так как супруга с малышом у меня находится дома, то есть, да, у меня она в декретном отпуске находится, сейчас не работает, но это... хочу сказать вам одно, что, если бы, наверное, сейчас не супруга, именно моя супруга, которая у меня сейчас есть, если бы не она, я думаю, этого бы не было, потому что это очень зависит от того, какой человек, к счастью, ей дали очень хорошее воспитание ее родственники, ее родители, за что я им безумно благодарен, я на самом деле хочу, и, наверное, скажу это даже на камеру, по телевидению, я очень сильно люблю свою супругу, я очень сильно люблю свою семью, я надеюсь, мой ребенок у вас ничего не сломает. Спасибо вам огромное за то, что вы так быстро придали огласки этому, наверное, бы, если бы не корреспонденция ваша, от которой как бы все и началось, от которой весь процесс был завязан, я думаю, не было бы такого ажиотажа, этому, возможно, не то, чтобы это не ускорился процесс, возможно, бы он вообще не произошел, я, конечно, очень верил, да, в то, что этот адвокат может сделать все для меня, что он и сделал, но ваша помощь оказала огромное влияние, вы очень сильно помогли на самом деле.